В эфире прогноз погоды и я Антонина Проценко. Здравствуйте! 10 июня начинает рожь колоситься и появляются первые грибы. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Олексине плюс 9, плюс 14, в Эфремове плюс 10, плюс 16, в Белеве плюс 8, плюс 17, в Новомосковске плюс 9, плюс 13. По прогнозам 10 июня температура в Туле будет колебаться от 8 до 14 градусов по Цельсию. Облачно, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 43-53%. Ветер западный до 3 метров в секунду. Возможно, небольшие возмущения следить за здоровьем. 10 июня специально посылали беременных женщин в поле. Верили, что так ребенок обретет крепость, сравнимую с молодым колосом. Верили, что если 10 июня женщина родит в хлебной Неве, то такой ребенок родится здоровым. На сегодня у меня вся информация. Больше улыбайтесь и будьте счастливы. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом меры и спокойствия. Когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Те, кто не боится трудностей и смело смотрит вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизну. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают своей жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков – таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России, сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра.